Вспомним то, о чем говорили на последнем уроке. В доске идет ученик и списывает пропуски по старой теме. Желающие есть? Здесь детей учат на интерактивном оборудовании и в цифровых лабораториях. Новая школа на Бару – одна из самых крупных и современных в регионе. Два спортивных зала, бассейн, огромная шахматная доска. На уроках географии, например, ландшафт можно вылепить собственными руками. Учусь и играю. Это посередине. Когда серый текст в учебниках видишь, его как-то не особенно хочется читать, ну, ну все. А когда тебе наглядно все показывают, презентации, ты сам участвуешь в уроке, а не просто читаешь, это гораздо интереснее. До конца этого года в регионе появятся еще две таких школы. В селе Натальяно Новашинского района на 150 мест и в Павлове на 900. Сейчас в области ведется строительство восьми объектов более чем на 4000 мест. В следующем году один только Нижний Новгород получит на строительство школ более 600 миллионов рублей из областного бюджета. Сумму в 12 раз большую, чем в этом году. Их направят на строительство двух больших школ в Преокском районе, недалеко от сельхозакадемии и в жилом комплексе цветы. Современные дети, они не мыслят своей жизни без этих информационных технологий. Это один из способов привлечь их к учебе. Мы впереди. Мы немножко в будущем. Проект областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов сегодня обсуждают на публичных слушаниях в региональном Минфине. Доходы и расходы в следующем году вырастут примерно на 5%. Основными бюджетными приоритетами глава региона Глеб Никитин называет ликвидацию второй смены в школах, повышение качества медицинского обслуживания и в целом социальные проекты. Сегодня достаточно много уже поручений ко второму чтению. Мы обсуждаем в рабочем порядке постоянно это. И на сегодняшний день уже более миллиарда средств, которые он дал задание думать, искать. Это, конечно же, и сельское хозяйство, это и программа «Дети-сироты», это и чемпионат мира. Есть наши большие серьезные обращения Никитина в федеральное правительство, проводятся переговоры. И я уверена, что львиная доля средств, которые мы запрашиваем, она будет выделена. Насколько я понимаю, Глеб Сергеевич Никитин достаточно плотно вовлечен в этот процесс. И у них внутри правительства идет серьезная большая работа. Это видно даже потому, что те мнения, те аргументы, которые высказываются на рабочих совещаниях в законодательном собрании, через некоторую итерацию возвращаются с содержательным обсуждением внутри правительства. Процесс достаточно интенсивный. Эксперты отмечают, что несмотря на огромный объем социальных обязательств, правительство региона заложило в бюджеты средства на развитие области. Главный финансовый документ сверстен с профицитом почти в миллиард. По словам доктора экономических наук Надежды Яшиной, это минус. Когда доходы превышают расходы, изымаются средства из национальной экономики. Возможно падение кредитного рейтинга региона. Профицит сдерживает инвестиционную активность. Зато капитальные расходы в области увеличиваются. И это огромный плюс. Инвестиции в строительство школ, инвестиции в строительство детских садов, инвестиции в строительство метрополитена. Поэтому капитальные расходы у нас увеличиваются. Капитальные расходы у нас инвестируются. В целом мы можем сказать, что финансовая устойчивость бюджета областного у нас достаточно высокая. Потому что только на 10% мы зависим от федерального бюджета. 90% это собственные доходы. Как показывает опрос, позиции правительства региона при формировании главного финансового документа Межгородцы солидарны и поддерживают бюджетные приоритеты на следующий год. Я сама бывшая преподаватель. И поэтому школы надо, образование надо повышать, улучшать качество образования. А качество неразрывно связано с наличием школ, вузов, хорошего оборудования, хороших всяких вспомогательных материалов для обучения. Это очень хорошо. Ну а медицина, это наше здоровье. Это, конечно, нужно обязательно. Так как я пенсионер, то здоровье нужно. А так как я дедушка, то у меня внукам школа тоже нужна. Как и в предыдущие годы, главный финансовый документ социально ориентирован. На эту сферу направят 96 миллиардов рублей. Это 70% всех расходов. И на 6 миллиардов больше, чем в прошлом году. Почти 40 миллиардов пойдет на социальную политику, 10 здравоохранения и 39 на образование. Впрочем, депутаты регионального парламента обсудят бюджет еще в двух чтениях.